Пётр Порошенко все последние дни, как известно, находился в Америке с официальным визитом. Туда же зачем-то отправился и другой персонаж украинских событий. Вот он, Семён Семенченко. Если кто подзабыл, это тот самый украинский комбат, который долго скрывался под маской, громко рассказывая о своих героических поступках. Но чуть больше месяца назад он потерял свой батальон под Иловайском и как будто исчез с поля боя. Ну и вот на днях этот самый Семенченко заявил в своём интернет-дневнике «Закон об амнистии и особым статусе должен быть отменён». И сделал эту запись украинский командир не на передовой, даже не в тылу. Сейчас один из главных героев украинской войны в Вашингтоне, как будто намекая, где именно находится центр управления всем тем, что происходит на Украине. По словам самого Семенченко, он уже посетил Пентагон в ближайших планах встречи в Конгрессе и Сенате. Правда, на днях официальный представитель Госдепа Марфи Харф заявила американским властям об официальном визите мистера Семенченко ничего не известно. Репортер центрального телевидения стал единственным из всех российских журналистов, кому удалось разыскать комбата Семенченко в Америке узнать. Неужели пресс-секретарь Госдепа, как обычно, что-то напутала? За время боевых действий на Юго-Востоке его привыкли видеть именно таким. Камупляж немного нараспашку, даже как-то не по уставу, и неизменная маска. Прямо из окопов по Доловайскому он ведет свой блог в интернете, где, не выбирая выражений, ругает армейское начальство и власти в Киеве за нерешительность, преступные приказы и предательство национальных интересов. Кто скрывается под Балаклавой, стало известно в начале сентября. Я снимаю Балаклаву. Я майор национальной гвардии, клянусь, что отдам все свои силы, всю свою жизнь для того, чтобы защищать свою родину. После такого эффектного появления перед телекамерами, многие на Украине заговорили, что проиграв под Донецком, комбат развернет наступление на Киев. Так и случилось. Семенченко заявил, что будет баллотироваться в Радо. Правда, путь к сердцу украинского избирателя начнет с визита в Вашингтон. Не расставшись даже в глубоком тылу с военной формой, здесь он открывает второй фронт. Политический. В самих штатах этот визит не то, чтобы остался незамеченным. В американских газетах об этом вообще нет ни слова. Лишь однажды официальный представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста, скажет, Семенченко? Нет, не слышала. Мне неизвестно о каких-либо встречах официальных лиц США с этим командиром во время его пребывания здесь. Но, судя по блогу украинского комбата, программа визита весьма насыщенная встреча с конгрессменами, сенаторами, даже на экскурсии времени не остается. Переговоры о поставках оружия, о сожировках бойцов добровольческих батальонов американской армии на интервью российскому телеканалу минут 10, не больше. Когда интервью затянется, Семенченко, вдруг сорвавшись, вдребезги разобьет от стол мобильник. До этого момента он успеет пожаловаться на украинских дипломатов. Усилий, которые предпринимает наше посольство, абсолютно недостаточно. И делаются самые очередные вещи. Потом пройдется в адрес Порошенко и подписанных в Минске мирных соглашений. Я считаю, что этот мирный договор, он не защищает интересы нашей страны. И даже успеет объяснить, зачем идет в политику. Настоящих буйных в Раде хватает, а вот настоящих мужиков нет. Необходимо, чтобы была ответственность за свои поступки высших шаблонов власти, в том числе и военной. За его власти не ответил никто, за сбитый самолет в Луганске не ответил никто, за все котлы и окружение не ответил никто. А потом случится вот эта самая сцена с мобильником. На самом деле мы не военные, которые идут в политику. Мы были политиками с самого начала. Первый раз мы стали политиками, когда вышли на Майдан с требованиями изменения страны. Оборвав его на полусловие, в дверь постучали. В дверь информационные войны в стол. Все, интервью закончено. Командиры батареона Донбасс ждут в Пентагоне. Петр Порошенко все последние дни, как известно, находился в Америке. С официальным визитом туда же зачем-то отправился и другой персонаж украинских событий. Вот он, Семен Семенченко. Если кто подзабыл, это тот самый украинский комбат, который долго скрывался под маской, громко рассказывая о своих героических поступках. Но чуть больше месяца назад он потерял свой батальон под Иловайском и как будто исчез с поля боя. Ну и вот на днях этот самый Семенченко заявил в своем интернет-дневнике, закон об амнистии и особом статусе должен быть отменен. И сделал эту запись украинский командир не на передовой, даже не в тылу. Сейчас один из главных героев украинской войны в Вашингтоне, как будто намекая, где именно находится центр управления всем тем, что происходит на Украине. По словам самого Семенченко, он уже посетил Пентагон в ближайших планах встречи в Конгрессе и Сенате. Правда, на днях официальный представитель Госдепа Марфи Харф заявила американским властям об официальном визите мистера Семенченко ничего не известно. Репортер центрального телевидения стал единственным из всех российских журналистов, кому удалось разыскать комбата Семенченко в Америке и узнать. Неужели пресс-секретарь Госдепа, как обычно, что-то напутала? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...